Данила Константинов Данила Константинова судят за убийство, которого он не совершал. У него стопроцентное алиби. Со стороны следствия доказательств нет вообще. Учитывая политическую деятельность Даниила, а также факт, что он буквально послал на три веселых буквы вербовщиков от ФСБ, заказ силовых мстителей налицо. Перед заседанием суда стало известно, что полтора часа назад у Даниила умерла бабушка, мать его отца Ильи Константинова. Обстановка в здании суда накалилась до предела. Приехал ОМОН, спецназ и прочая силовая массовка. Свободу! 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 Перед приговором подсудимый Константинов сделал заявление, обозначающее его отношение к данному действу. Если меня оправдают, это значит, что отставки правосудия в России еще остались. Если нет, значит у нас окончательно острово-полицейское государство. Это все, что я хочу сказать. Давайте подождем приговор. Вообще приговор открыт. Зал судебных заседаний не смог вместить всех, кто пришел поддержать Даниила. Даже видавшие виды люди в масках, привыкшие устрашать, и те чувствовали себя неуютно. Пропускай! 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 Вбежавшая в зал судья голосом испуганного Пономаря стала читать приговор, не реагируя на возмущение собравшихся. Она старалась как можно скорее отделаться от накрывающего ее позора. Подсудимого виновным признать не получилось. Следствие село в лужу. Но признать дело разваленным не в характере путинского кривосудия. Посему Даниила Константинова оставили под стражей до 4 марта. А что будет через два месяца, не знает никто. Россия – страна непредсказуемая, как и ветреная путинская фемида. Никаких оснований для осуждения Даниила Константинова нет. То есть и следствие, и судебное слушание не нашли никаких сколько-нибудь убедительных доказательств того, что им инкриминируют. Поэтому в этой ситуации суд принял решение, свидетельствующее о том, чтобы не принимать на себя, видимо, ответственность за принятие очевидно неправосудного решения. Решили отложить это решение и перенести ответственность за принятие такого решения на какое-то время и передать его на прокурорское доследование. Я думаю, что в целом это, конечно, результат огромного общественного внимания, которое приковано к этому судебному слушанию. И это результат того, что общественное внимание, гражданское воздействие имеет результаты. Небольшие, но все-таки имеет результаты. И, значит, эта кампания за то, чтобы судебное слушание и следствие происходило с учетом хотя бы в какой-то степени того, что действительно произошло, имела некоторое воздействие. Это, конечно, не полные победы, далеко вообще до победы. Я бы даже победы не назвал, но, по крайней мере, это некоторое свидетельство того, что гражданское движение может добиваться каких-то результатов. Андрей Николаевич, как Вы думаете, почему до 4 марта? Это как-то связано с крокодиловым помилованием перед Олимпиадой? И все-таки, видимо, действительно, в последнее время обнаруживается и амнистия, и помилование, которое было здесь. И вот, возможно, это решение отражают явно новую тенденцию, осуществляемую, конечно, не судебными властями, а политическими властями в стране. Видимо, нацелено на то, чтобы немножко снизить накал противостояния и накал обвинений, которые выдвигаются и внутри страны, и извне. Особенно с учетом очевидного бойкота Олимпийских игр со стороны руководителей крупнейших государств Запада. Видимо, это направлено на то, чтобы сбить вот эту волну протеста. Я бы был гораздо больше удовлетворен, если бы освободили в зале суда, но фактически сегодня судья признала, что все то, о чем говорил защита, и все то, о чем говорили все остальные, что нет никаких доказательств, что не проверено алиби, все это было, в общем, подтверждено. Дело вернулось на доследование. В связи с этим можно выражать такой осторожный оптимизм. Я слышал, что у Удальцова примерно такая же ситуация. Может быть, в связи с освобождением Ходорковского атмосфера поменялась в стране? Вот теперь? Не знаю, но, по крайней мере, очень многие сюда шли с ощущением того, что это все бессмысленно и бесполезно бороться, что они все равно какой-то вынесут приговор. Вот. Это еще пока не решение, но это лучше, чем мы ожидали. Мы надеялись на большее, а боялись гораздо худшего. И я хочу сказать, что решение о возвращении на доследование – это маленькая, но победа. Тем более, с учетом вот той формулировки, которую изложила судья Тюркина, она фактически четко и однозначно сказала, что следствие свою работу не выполнило. Но, что расследование должным образом проведено не было, что улики были потеряны или уничтожены, что все дело было сшито белыми нитками. Более ясно сказать это судья, я думаю, не мог. В тех условиях, которые вот сейчас существуют в России, в условиях мощного прессинга, который оказывается на судебную власть, думаю, что большего судья сделать не мог. И я надеюсь на то, что 4 марта, как максимум 4 марта, Даниил Константинов будет на свободе. Я очень на это надеюсь. Путинское правосудие, усиленно изображающее политическую оттепель, не решилось сегодня отправить в тюрьму Даниила Константинова. Отправить как убийцу. Тем не менее, и выпустить на свободу оно тоже не решилось. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Один изображаетwendую едущема лишь по питанию. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин